Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. За окном у нас 22 мая. И, как говорят, каждый день, каждый новый день приближает нас к лету. Да лето осталось, по сути, неделя. По сути, неделя, но по погоде я бы уже не сказал. Сегодня в Киеве жара. Я не знаю, сколько сейчас градусов. Около 25, может быть, около 23-24, но на солнце чувствуется, как все плюс 40. Сегодня всегда и сегодня я вместе с вами пройдусь по рынку на Дарницкой площади. По продуктовому ярмарку, если вам так, бильж до впадовы. Потому что это однодневная действительно ярмарка. Посмотрим цены, посмотрим людей, посмотрим, что у нас появилось нового. Краем глаза я уже посмотрел, появилась черешня. В какую цену и покупает ли ее в принципе, вот мы как раз с вами и разберемся. Жара, конечно же, у нас неимоверная. И многие сейчас уже в всяких топиках ходят. Многие ходят во всяких шортах. Даже я уже видел в сандалях. Ну, жара неимоверная. В одном из следующих видео у меня есть в планах ввалиться на пляжи, посмотреть, как там обстоят дела. Уже загорают, не загорают. Если загорают, то в каком количестве люди у нас. Ну и в принципе, как живет Киев сегодня. Вот по дороге давайте посмотрим у нас магазин. Вот такой вот у Мяснов. У Мяснов есть магазин, что у нас есть по ценам. И заодно сразу сравним эти цены с продуктовой ярмаркой, которая у меня за моей спиной. Смотрите, значит, колбаска свиняча 169, лопатка свиняча 149, биток 216 за килограмм, филе куриное 148 округлим, филе индыче 100, говорю, 224, шии куриные 19, я не знаю, это куда, для собак, наверное, телятина. Непонятно, какая часть, 259, задняя часть свинины 156, стегно куриче 127 бедра, крыло куриче 70 гривен. Есть еще у нас филе куриное 149, хотя тут где-то оно только что было. И есть лопатка свиняча. Так, друзья, рынок у нас проходит на Дарницкой площади. В прошлом она называлась Ленинградская площадь. Если будете в этом районе, обязательно заходите, потому что удобное расположение относительно недалеко от метро, от развязки. И большое количество по сравнению с дорогими днями в других районах, большое количество именно продукции. Конечно же, это несравнимо с рынком Норивудского, который проходит каждую субботу. Но что маймо, то маймо. Так, ну давайте посмотрим. Рынок у нас вот есть сзади, да, вот тут вот Дарницкая площадь, это торговый центр у нас. Сюда заезд, тут у нас уже перекрыто, да. Работает он с 8 утра где-то до 5 часов вечера. И смотрим, смотрим, что у нас есть. Вот такая вот черешня. А это черешня, да? Да. 200 гривен, да. 200 гривен за килограммчик черешни. Так, по огурцам. В Якутино, Огирки у нас? Огирки в Якутино? 30, ага, понял. Огирки в 30 гривен. Но этот лоток, он, я так понимаю, ну вот, ну вот вы сами все видите, да. То есть тут можно купить не только навьем, но еще то, что нужно использовать уже сегодня. Друзья, по покупкам, по закупкам на сегодняшний день. Смотрите, собачка маленькая такая. По покупкам, по закупкам на сегодняшний день. У меня в планах, значит, мне нужны фрукты, мне нужен гранатовый сок еще, маленькая бутылочка. И в принципе все. Я не буду прямо сейчас кидаться во время съемки на фрукты, на продукты, на овощи, потому что это не сильно удобно. За мной, видите, рюкзачок есть, рюкзачок, поэтому в самом конце куплю и отчитаюсь перед вами, что я купил и по какой цене. Так, давайте по огурчикам спросим. А в якутину огурпи у вас? Как для вас, если 2 килограмма, то по 25. 25. А вот эти большинки? Это тоже. Тоже 25, да? Нормально. А сало в якутину скажите? Это 80. 80. А это для чего берут холодец, типа, да? Взрослый миф. А рулька? 80. Работает генератор, молодцы. Ставим все таким продавцам респект, потому что нужно, чтобы это все было не испорчено. И когда человек использует, ну, продавец использует корзину, корзину, говорю, холодильник, то, конечно же, нужен генератор. 25 яблочек. Сегодня был в Ашане, там от 30 до 39. Аллахина 60 гривен 100 грамм, да, у нас? 60 гривен 100 грамм. 120. Это кило, чей судок? Кило. А черешня? Ух, у вас тут и запахи. Как вы тут стоите? За продавщицей сзади ВС, поэтому запах такой чувствуется. Так, это у нас для узвара. 80 гривен 100 грамм. Чернослив сотка 200. Изюмчик 250. Есть 350. Есть 180. Есть арахис 150, 140, 130. А 140c жареный, да, смаженный? 140c смаженный. Так, орешки сверху у нас 420. 450. Ну, название, я думаю, что вы и сами знаете. Если не знаете, я вам не скажу. Так, вот я визуально вижу, что потихоньку, потихоньку продавцы исправляются. Знаете, каким образом? Они ставят ценники, потому что до этого ценников как бы не сильно было много. Капуста молода 20 за кило. Полуница 130. Домашняя. Черкассы. Так. Черкассы. А, все. Вот это я ей хотел запитаться. 35 гривен огурчики. Класс. 100 гривен. Полуница. Чери 50 кг. Помидор, чумак, солодки 75, рожевый 75. Друзья, ну, вот что я вам скажу. Вот я полчаса назад был в Ашане, там дороже. Там вот все ценники, которые мы сейчас с вами видим, вы можете смело умножать на 2. Огурцы 35. В Ашане огурцы были 59. Помидорчики, да, там 75. В Ашанах там было порядка где-то 100-150 гривен. То есть можете смело умножать ценник на 2. Так. Спадши 25. Полуница 75. Одесса. Нектарин 75. Груша 85. Груши, кстати, тоже были в Ашане по 75, если я не ошибаюсь. 75 груши в Ашане. Так. Так, шпинат, добрый день, кинза 15, пучок, рукола 15, петрушка 15, криб 15, лук 15. Последний раз, когда я зелень видел, она вся стоила по 20. Плюс, когда единичные бабушки сидят, да, на рынке, они тоже продают по, ну, там от 20, 20-25 и кому сколько хватит желания накрутить цену. Яйца домашние 50. Полуница в какую цину? 100 гривен. Не видно, ага, 100. Насиняя гарбуза 40. А це звідки вона? А, Вінниця, все. Лохина 60-600 за кілограм. Да, да, це я, знаете, дивлюсь, у меня один глаз туди, один глаз туди. Я дивлюсь, думаю, так, ціна, ціна, ага. А звідки Вінниця? Дякую. Так, нектарин. Мне нужен нектарин, но побольше. В Ашане я видел нектарин маленький, но мне нужен большой нектарин, потому что в маленьком ты открываешь, раскрываешь, да, косточку, и все, и у тебя от нектарина по сути ничего и не остается. Это печаль. А в Якутину це його церп? 250. 250, ничего себе, класс. Ну, я понял, да, да. Класс, 250. А це для м'яса, дачі для чого? Для чого, воно. Що разрубать, да, кістки? О, так тут і це, і гвоздодер. Ничего себе. Хороший в хозяйстві. Да, я даже такого, это вы сами делайте, наверное, да? Интересно. Это ще Родянський. Родянський. Два в одном, я такого даже... Три в одном. Так, а, три. І молоток? Да. І топорик, і фомка. Його даже в походу в лес можно брать. Ну... Он ездить на природу, він не такий тяжелый. Цей да, а вот цей вот... Так, мужчина, ви подумайте, на оцій маленький. Цей да. Це хороший день. І він не багато місця. Дякую. Ну мені оце подобається більше за все. Але в хозяйстві... Ну разве що ковер чистить, да? А дачі нема? Ну на дачі там газонокосилка, там... Триммер. Триммер. Дякую, дякую. Гарного дня вам. Дякую. По правой стороне у нас, несмотря на то, что огорожена ленточка, все равно... Все равно садяться клубники, полуныця очень много. Тут агерки, видите, там было по 35. Тут у нас уже 50. Тридиска 35. Помидоры, кстати, сегодня покупал сливки. Черри 70. А полуныця в Якутии на 85. Це у нас що у нас? Закарпати. Закарпати. Дякую. Гарного дня вам. Так. Ну, смотрите. Помидоры, вот, визуально, да? У нас дороже, по сути, 90, 80, даже 70 гривен нету. В Ашане... Мне вот сейчас интересно найти перец. Перец... Вот у меня цифра отложилась в голове, потому что, ну, в мае, в конце мая месяца перец, ну, физически он не может стоить 229 гривен. Выписайте 229 гривен, перец. То есть вы один, допустим, покупаете, и у вас один перец будет стоить, ну, порядка где-то 50 гривен, наверное. Бедро. Добрый день. Ше индика 50. Добрый вам. Индек 240. Филе индика 250. И ковбаска 200. Вас цена интересует? Или... Да, да, меня цена интересует. Крыло индика 100. И помидорчики 60. Огурчики 50. Помидорчики 65. Огурь... Вот, кстати, горох появился. Горох появился. Лохына 60 за 100 грамм. Лохына, наверное, дешевле уже не будет. Это уже минимум 600 за килограмм. Полуниця. А звідки Полуниця у нас? В Закарпатте. В Закарпатте. Берегове. Мне кажется, продавщица уже не рада, что она не написала на ценники, откуда Полуниця. Я, наверное, уже не первый задаю этот вопрос. Давайте посмотрим. 85 Полуниця. Ну, кстати, я покупал. Короче, лайфхак. Каждую Полуницю. Вот, видите, от мошек, от комаров. Молодцы, молодцы. Бо зараз цей кусают так, що... Що навіть... Не пройдеш. Короче, любую Полуницю, любую, нужно пробовать. Потому что, как бы она классно не выглядела, красная, зеленая, синяя, она может быть кисла. Берете одну штучку, от одной штучки не убудет с прилавка, ничего. И пробуйте. Понравилось? Покупайте. Не понравилось? Идете дальше и без каких-либо вообще вопросов. 120 Полуниця, сало, мясо. Сало в какую ціну у нас? 250. А таке? 108. А рулька в какую ціну? 80. 80. Дякую, дякую гарно дня. Так, Полуниця, Суниця, Закарпаття. И Суниця 75, черешня 130, килово сотка, лохына 65. Вот сейчас пошла лохына, кто не знает, да, голубика. И цена, ну, почти плюс-минус у всех одинаковая. 60-65 гривен. Раньше, вот я приходил еще буквально месяц назад, ее просто физически не было. Мне приходилось ходить, искать, потому что лохыну я очень часто покупаю. Так, сливка. Покупал сливку. Блин, за сколько же я ее покупал? 75 гривен в Ашане. Тут она 70. Капусточка молодая 20 гривен. Йилка тоже 70 гривен. В Ашане она была сегодня полчаса, взразумив, взразумив, 70. Ну, много это ящик, наверное, да? От трех килограмм. Ой, минулого раза, я памятаю, вы мне не хотели два ящика у Ярків сдати. Мы вам дали подумать. Да, да. Гарно дня вам, дякую. Так, молодцы, на позитиве. Кто у нас из продавцов смотрит эти видео, я выражаю респект каждому из вас. Масло фермерские 310, бухевские 280, сыр отошла продавщица куда-то 150-12%, домашний 130, сырковая масса 120. И сыр фермерский 5% 110. Но мне, друзья, кстати, вот такой вот зерновой, он мне нравится, потому что сыр, например, я в чистом виде, я его как бы не особо ем. То есть я его в сырники переделываю, а для сырников его нужно перетирать. А зачем покупать сыр в зернах? Ну, творог, да, сыр-творог в зернах, если вы его все равно будете в блендере, допустим, перемешивать потом. Смысл. Так, короб 145 у нас, стейк сома 200, щука 180, семга 790. О, тут контрольные ваги даже есть. Кило 130. Кило 130 по луныцу. А вам сколько намерены? Это так. Так же, да? Ну, правильно. Так, значит, ярмарка у нас работает. Ой, чтоб не попасть. С 7 до 5 часов вечера. Номер администратора, если какие-то вопросы. И рекомендуемые цены на продукцию. Начиная от яиц и заканчивая даже макароними изделиями. Контрольные ваги, welcome, всегда можете использовать. Но вот второй раз я вижу, что на них кто-то что-то взвешивает. Первый раз мужик был, взвешивал трехлитровую банку квашеной капусты. Сейчас вот девушка взвешивала полуныцу. И оба раза, оба раза не обвесили, не обвесили. Ну, как бы, знаете, такое, может быть, там, разбежности, типу 10, 20, 30, 40 граммов допускается, але в целом не обвешиваются. Так, нектарин. А нектарин в якутину? 70. 70. Ну, вот это уже поинтересней, потому что в Ашане я был, там вообще такие, как вишни, нектарины были. Эти уже побольше. Лохина 65. Огурцы. Спасибо вам. Черри 60. Кто-то называет черри, кто-то называет коктейльные. Ну, черри, они вообще совсем маленькие, вот такие вот, малипусенькие. Коктейльные они, ну, побольше. Они где-то вот такой вот размер, как две вишни, наверное. Что у нас еще есть на горизонте? Появились ананас... Я смотрю, знаете, вот, друзья, что я не видел до сегодняшнего дня. Я не видел полуныцю по таким ценам, по... В таком количестве я видел. Черешню я не видел. И я не видел еще ананаса. Почему-то большое количество ананасов появилось. Вот, давайте посмотрим перец. Помним цифру 229, которую я сегодня, час назад видел. Тут у нас перец, смотрите, 190. И он нормальный, да? Буду идти на обратном пути, тоже куплю. Все-таки, ну, блин, ну, на 30 гривен цена тут более вкусная. Апельсин 45, помидорчики 25. И если вам, допустим, для соуса куда-то, то вы можете вообще за десятку взять пару помидоров, вычевать их и радоваться новому соусу. Бананы 69, они где-то так и стоят, наверное. 63, 69. Помидоры 69, все по 69, коктейльные 79. Огурчики 49, кабачки. Вот кабачки в большом количестве начали появляться, 59. И причем нормальная цена, потому что до этого, ну, еще неделю-две назад они стоили порядка где-то, наверное, 79, если не больше. Редиска 50. Редиска 50. Интересный такой цвет, редиски, сорт. Бело-красная. Так, по восточным сладостям в одном лотке я вам показал. Ну, давайте посмотрим еще раз. Арахис 130, 140, 150, 150 это жареный. Изюмчик 100 от сотки до 160, 180, 350, 400 гривен. Ну, это большой, да, за килограмм. Там всякие изыски у нас по 300, по 350. Сушеный груш я, кстати, не вижу. Чернослив вижу 160, 100, 200, 150. Крупа зеленая гречка 50, рис с чем-то, с какими-то приправами. Сотка, фасоль сотка. А, вот, кстати, для узвара тоже сушеные. А сколько для узвара? 100 гривен, дякую. 100 гривен. Один ценник на два пакетика. Так, ой, гиркви 45, микадуа 110, черри 85 и перец 85. Так, давайте посмотрим, зефир у нас 350. Что тут у нас еще есть? Конвертики 290, вот эти, кстати, конвертики очень вкусные. Там с вишневой начинкой, там или с какой-то 299. Вот такие кексы, да, аромовая бабка кто-то называет, но она вообще больше, но тоже очень вкусная. Говорю по своему опыту. Горишки 200. Горишки 270 со сгущенкой. Гренки даже есть у нас. Маковые покупал в прошлый раз, тоже очень вкусные. Трубочки 280. Печеньки у нас более уже такие сухие. Вот ромашка мне нравится, вот такое, 165 за. Килограмм американо с шоколадом, или это шоколад, или это родзинки, не знаю. Ушки легкие, до чая, 199 гривен, недорогие. Еще мне, знаете, какие нравятся печеньки, но я их тут не вижу, честно говоря. Вот такого вот плана, только соленые. Так, овсяная 150 и кукурузьяная 160. Мария, Мария с разрешения 150 гривен, там Мария 120. Бублики у нас, цену я не вижу. Ну и ладно. Вот такой вот сладкий у нас уголок образовался. Картошка. Картошка 18 гривен. Не знаю, кто-то покупает сейчас картошку, или уже пора свою выращивать и употреблять. Напишите в комментариях. Да и вообще, друзья, напишите в комментариях, как у вас обстоят дела 22 мая. Что нового, что старого, что интересного, что купили, что не купили, что пробовали уже этим летом. Пробовали ли черешню, пробовали ли полуныцу. Или ждем, когда через неделю у нас наступит лето. Так, вот что-что. Я не вижу гранатовый сок. Обычно, знаете, стоит столик, лежат гранаты и выдавливают прям при вас гранатовый сок. Потому что в магазине я был, я не нашел гранатовый, вот, качественный гранатовый сок. Он стоялся такой в стеклянной бутылке, закручивающейся крышкой. Всякие нектары вот эти вот в пластиковых пакетах бумажных. Это не то. Так, лохина 60. И все равно, вот, я не знаю, еще, наверное, не сезон. Вот эти нектарины, они очень маленькие. Больших нектаринов. Ну, все они привозны. И, скорее всего, скорее всего, они еще не сладкие. Потому что это привозные. Смотрите, маковое поле какое класс. С ромашками, красота. Мне нравится. Это ж, наверное, кто-то запарился из этого дома, огородил, сварил. Потому что дальше я не вижу такого металлического забора. Классные, смотрите. Маковое. Такое поле. Так, помидорчики некоторые уже складываются потихонечку, потихонечку. Сейчас где-то на часах уже у нас порядка полчетвертого. И около четырех часов. Ну, около четырех часов. Лампа Аладдина, смотрите. Видите? Класс. Любые три желания. Эта лампа исполнит. Ух, мне прям, я не знаю, мне жарко. Мне жарко. Уже нужно надевать шорты. Уже нужно надевать какие-то шлепки. Уже нужно надевать какую-то майку. Потому что можно просто спариться. Огурцы соленые сорок. Вообще, друзья, вы знаете... О, вот такой вот гранатовый сок я искал. Сик. А скиньте гранатовый сик? Нет, он брал сырой чищеный. Видно в ламе натураль. Вот такой вот я покупал в прошлый раз. Сейчас посмотрим, производитель, кто у нас. Ама, гранатовый сок, ты любишь? Азербайджан Ганджа. А почем бутылка гранатового сока? Что здесь? Он 60. 60. Ну, вообще, нормальная цена. Литр. Так. 60 грин. Если не найду гранатовый сок свежего отжима, наверное, пойду эту бутылку возьму. Ну, посмотрим. 60 грин вполне. Потому что бутылка, которой отжим, ну, отжимают, вот реально сами, она стоит, там, что-то около 200 миллилитров или 300 миллилитров, стоит то ли 200 грин. Ну, что-то такая цена какая-то безумная там. Так. Капуста 19. Цветная 69. Вот цветная, кстати, смотрите, вот эта цветная капуста, вот, цена, видите, 70. Час назад в Ашане она стоила 150. 150, 150 и 70. Разница есть. И вот эта, кстати, брокколи тоже, там стоила 150. Тут 60 гривен. Так, полуныться 80. Черешня. Ну, черешня очень мелкая, очень мелкая. А так бы можно было уже и черешеньки купить. Ну, я накуплю полуныцы. Потому что меня, знаете, друзья, как? Я не знаю, как у вас. Напишите тоже в комменты. У меня так. Я жду, 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 жду. Пока пройдут все эти химозные фрукты. Пока напичканные химией полуныца клубника, она пройдет. Я жду, жду, жду. Только ее стало много. Пару раз купил и все. И ее уже нету. Она исчезает. Поэтому, если видите, если хочется, по чуть-чуть, даже если они химозные, даже если там нитраты, то от килограммчика ничего случиться не должно. Ну, хочется верить. Рынок потихонечку, потихонечку, потихонечку собирается. Тут у нас в конце уже, видите, такие вот одеяния. Сейчас, я думаю, в тренде будут уже легкие футболочки, легкие маечки. Возможно, какие-то шелковые, шовковые накидки, потому что жарко. Потому что действительно жарко. Так, друзья, в этом ролике я про какие-то новости, про какую-то информатику по повестке сегодняшнего дня я с вами не обсуждал. Это будет уже в следующем ролике. Потому что много-много информации, много новостей, много есть чего обсудить. Грибы, шампиньоны 75. Вот такие 75, 55. Огурцы 55, полунытия. Полунытия не вижу. Так, друзья, как и обещал, отчитываюсь. Значит, что у меня? У меня лохейна по 60 гривен за 100 грамм. Тут, не помню, потянуло что-то на 150 гривен, кажется. Я купил вот такие вот конвертики. Стоимостью 299 гривен, кажется. Или 199, или 299. Вышло вот этот вот пакованчик. Вышел на, ну, где-то там почти килограмм. Вот это вот 4 нектарина. Нектарины у нас там были по 75. Перчик у нас был 170. Да, 170. Вот это все вышло у нас 75 гривен. 4 нектарина и перец. И полунытия. Полунытия у нас 85 гривен. Но, как я говорил, пробовать нужно. Я попробовал. Реально, друзья, сладкое. Я уже пол пакета реально съел. То есть, действительно, очень вкусно. Очень сладкое. Прошелся по рынку. Вернулся, так сказать, в струю. Если вам такой формат, конечно, заходит обязательно. Ну, я имею в виду с ценами, с рынками, с товарами. Не забывайте пальцы там все эти, комменты, фидбэки. Ну, и подписка, если вы смотрите мои видосы без подписки. Никуда это не годится. Исправляйте. Для вас подписка – это секунда времени. Для меня это развитие канала. Итак, подытожим. Цены, которые я тут увидел, они мне нравятся. Они мне нравятся по двум причинам. Потому что я не увидел какого-то обветшалого товара. Имеется в виду, да, там засохшего. Все четенько, все чистенько, все нормально. И цены, как на мне, да, вот если взять среднее арифметическое. Ну, может быть, конечно, да, я где-то немного в голове перепутал. Но, по моим ощущениям, сравнивая визит в Ашан, который был час тому, я могу сказать, что половина из того, что я тут увидел, ровно в два раза дешевле. Огурцы, помидоры, там какие-то вот эти вот клубники, редиски. Яйца там было 31. Одна, конечно, яйца в магазинах на развес подешевле. Они стоят порядка уже 19 гривен. Но всецело, оно, конечно же, радует и глаз, и кошелек. Ну, а у вас, как ощущения по тем ценам, которые вы увидели, есть какая-то крапля, что в магазинах дороже? Или все-таки нет? До новых встреч, новых видосов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok